Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем последнюю серию вебинаров в рамках мониторинга сети ЦТПО. Сегодня первыми выступает Кубрушка Петр Федорович, представитель, директор ЦТПО РГАУН ЦХ имени Тимирязева. Я быстро скажу все объявления. Либо сегодня вечером, либо завтра утром будет рассылка организационная по инженерному старту, время заезда, схемы проезда, ключевые слова и все, что сопровождается. Соответственно, основное контактное лицо все равно я. Я там буду с самого утра, поэтому по всем вопросам звонить мне, я буду на месте, будем их решать. Значит, ориентировочно заезд будет с 9.30 до 11.00. В 11.00 уже официально начинаются мероприятия, на это время начинают приглашаться гости. Закончится оно ориентировочно в районе 5.00 и с 5.00 до 6.00 до 18.00, с 5.00 до 6.00 будет у нас время на вывоз оборудования. Место все тоже, ну, как бы, прежнее, все знакомое. Поэтому, если, как это, ну, в принципе, если какие-то вопросы, то пишите мне на почту или звоните тогда, после, ну, как бы. В остальном конкурс проходит в прежнем формате. В прежнем, в этом году только две номинации, как вы знаете, уже все. В остальном все комиссии обязательно, члены жюри прослушают и основные доклады, и стендовые доклады, которые, как вы знаете, мы в этом году разделили. Но участвуют на равных правах все проекты, прошедшие во второй тур. Итак, мы приступаем к нашим сегодняшним вебинарам. Петр Федорович, добрый вечер. Я надеюсь, что меня хорошо слышно сейчас. Петр Федорович, меня не слышно сейчас. Насекундочку. Да. Так, Петр Федорович, да, включаем, включайте камеру. Добрый вечер, с новым. Значит. Значит, вот ваша презентация, я тогда, а я, нет, вам надо подтвердить включение камеры. Так, секунду. Мы вас пока слышим, но не видим. Сейчас, секунду, я что-то не сориентировал. Да-да-да, ничего страшного. Я ее не вижу. Сделай, пожалуйста. Все есть. Все, я передаю вам слово по вашей просьбе. Хорошо, договорились, да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Сегодня, как бы, последний день наших вебинаров. Он, наверное, будет самый насыщенный. И у нас так, как-то получилось слишком много. Походу постараемся чуть-чуть подсократиться. Хотелось поговорить вот на тему межотраслевых профориентационных образовательных программ. Дело в том, что все мы, центры, сеть в целом, имеем основной задачей проведения профориентационной работы со школьниками, с молодежью. И иногда те результаты нашей деятельности, которые мы наблюдаем, не вполне нас устраивают. Соответственно, возникает вопрос, в чем причина. Вот мы попытались разобраться немножко в причинах и хотели поделиться с вами этой информацией. Дело в том, что профориентацией всегда занимались. Это всегда была такая актуальная задача. И решением ее занимались, что называется, системно. Если мы посмотрим на то, как проводились эти мероприятия профориентационные и вся деятельность до 90-го года, и после, то мы явно обнаружили изменение самой концепции работы. Если до 90-х годов профессиональной ориентацией занималось государство в целом, и это больше было направлено на воспитательную работу, воспитание социально одобряемых, ценностных установок у молодежи, в соответствии с которыми далее они осуществляли выбор, свой профессиональный выбор, выбор профессии и деятельности на будущее, то после 90-х годов меняется концепция. Можно ее условно назвать прагматическое. Когда отсутствует системный подход со стороны государства, когда вся деятельность осуществляется локально и фрагментарно, в зависимости от интересов участников этой деятельности. И в основном, в целом, получается, что речь идет в данном случае о формировании образа «я» как товара на рынке труда. Вот это принципиально меняет те условия, в которых мы сегодня должны проводить профориентационную работу. Этим озаботились многие, в том числе и Федеральный институт развития образования, который разработал новую концепцию, которая принята в 2014 году, и в которой, собственно говоря, много внимания уделяется тем негативным тенденциям, которые на сегодня имеют место быть. В частности, в настоящее время помощь в самоопределении подменяется, по сути дела, рекрутингом, когда работодатели выбирают подходящих, нужных им свои условия. В целом, прагматическая ориентация обучающихся и их родителей. В вузы, вот сложилась такая ситуация в настоящее время, что все чаще звучит такое определение, что наши вузы сегодня рассматриваются как камера хранения и дозревания для молодежи, потому что многие не знают, как им удастся устроиться в жизни, где они будут работать и так далее. Давление оказывается и со стороны вузов, которые каждый старается заполучить абитуриента себе. В результате мы имеем в приоритете образование, экономику и юриспруденцию. Поэтому необходимы какие-то новые подходы в этой сложившейся ситуации. Налицо ряд проблем, которые имеют общесистемный характер, имеют место проблемы отраслевые, специфические, но тенденция сегодня обозначилась. Это тенденция к межотраслевой интеграции. Поэтому можно говорить о новом принципе, о принципе межотраслевой интеграции в реализации профориентационной деятельности. Ну, наш центр, естественно, занимается этим вопросом. И те же задачи у нас решаются, как и в других центрах. У нас есть для этого материальная база, о которой мы должны сказать. Вот коротко у нас есть лаборатория электронных ресурсов, аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий технические измерения, 3D-моделирование, робототехника, лазерные технологии и беспилотные летательные аппараты. И мы в своей деятельности вот этот принцип межотраслевой интеграции попробовали на примере сотрудничества с отраслью, которая сегодня у нас относится к числу передовых отраслей. Это космическая отрасль с дополнительными программами в рамках космической технологии и сельское хозяйство. Здесь мы реализуем программы геоинформационной технологии, дистанционное зондирование Земли, точное земледелие, космическое растеневодство. Кроме того, мы стали объединяться с другими нашими партнерами. И вот с этого года у нас в течение года уже идет такой сетевой проект «Погружение в космическую реальность», в котором участвуют космические технологии в сельском хозяйстве наши, участвуют МАИИ, сегодня Андрей Николаевич, может быть, скажет об этом два слова, может быть, нет, и Центр Гермес. Мы также попытались выяснить, разрабатывая вот эти программы, выяснить, какие же факторы в большей степени влияют на выбор профессии нашими школьниками. Для этого была разработана специальная анкета и проведено анкетирование учащихся, всего было опрошено более тысячи человек. В результате мы получили значимые характеристики профессии, на которые учащихся больше всего обращают внимание, и вы увидите, что на первом месте заработная плата. Немного отстает сам процесс трудовой деятельности, то есть он тоже остается интересным. Карьерный рост, профессиональный рост интересует нашу молодежь. Предпочитаемые сферы профессиональной деятельности, вот отрадно очень отметить, что техника и технология все-таки выходит на первое место у нашей молодежи. Видимо, это благодаря последним усилиям, которые в обществе предпринимаются и со стороны государства, когда мы неустанно повторяем о необходимости развития инженерного образования и так далее. Если проанализировать, что из тысячи человек больше всего выбрали медицину 177, экономику и финансы, дизайнеры впереди, IT-технологии тоже очень важная составляющая, одно из приоритетных направлений хорошо оценится, все остальные как бы гораздо меньше. И если говорить о столь популярной космонавтике, то мы видим, что выбор всего 10 человек. Сельского хозяйства, может быть, вы еще не увидели, я вам скажу, здесь нет вообще. То есть не интересует московских школьников сельское хозяйство как отрасль. Мы попытались выяснить, какие же кружки в этой ситуации все-таки предпочтительные, и их посещают наши школьники. Оказалось, что в основном это спортивные кружки, 656 танцы, развивают детей, иностранный язык, развивают своих детей, родители, музыка. И кружки, собственно говоря, по предметам, то есть предметные кружки. Вот из того большого перечня, который представлен был в анкете, указаны в основном такие лидирующие кружки. На основании всего этого можно сделать такой вывод. Вот если подводить черту, сказанному выше, то на сегодняшний день получается так, что, как и в прежние, я надеюсь, времена, выбор профессии школьниками все-таки осуществляется под влиянием их семьи, их близкого окружения. При этом в качестве основного фактора обозначается высокая заработная плата, то есть прагматические ориентации. По популярности у нас медицина выходит на первое место, техника также впереди, а дальше экономика, финансы, иностранные и все остальное. Кружки, как уже было сказано, мы посещаем только для общего развития и предметные, и семейные традиции, как выяснило это анкетирование, они не династического характера, они лишь указывают на выбранную сферу деятельности. Учитывая вот это все сказанное выше, мы в своей профориентационной деятельности стали применять такой прием, как организация предварительных соревнований учащихся школ, команды от школ и так далее, с тем, чтобы заинтересовать и привлечь их к деятельности, к работе в нашем центре и в кружках технического творчества. Сейчас мы попробуем вам показать ролик того, как это происходит реально. Ну и центр заодно, посмотрите, что он из себя представляет. Пожалуйста, ролик. Ну, вот почему-то он с конца, да. А если сначала, то примерно вот так это выглядит. Значит, мы собираем представителей школ. Например, вот на данном ролике здесь 5 школ у нас представлено. И проводим такой, как бы, вводный инструктаж, представляя то, чем люди, команды, дети будут заниматься, как это будет организовано. Вот далее, значит, мы... Что-то там, повторы идут какие-то непонятные. Значит, далее у нас заранее готовятся рабочие места, подбирается оборудование, измерительное оборудование. Задания разрабатываются. И учащиеся распределяются по этим рабочим местам. К сожалению, вот как-то тут не двигается у меня. Вот. Судейская коллегия из числа наших студентов, которых мы активно привлекаем к этой деятельности. Судьи в поле, так сказать, на каждом рабочем месте. Есть главный судья, который, ну, наблюдают за тем, чтобы деятельность эта проходила без посторонней помощи и так далее. Определяется время, в течение которого выполняются задания. Это ориентировочно. Например, может быть час, в зависимости от того, какие задания. По времени вот учащиеся должны выполнить совершенно техническое задание, которое связано прежде всего с изучением курса физики, изучением математики. И финал этого задания обязательно творческий. Учащиеся предлагают использование данных алгоритмов для решения каких-то практических задач в производстве. Вот в данном случае сейчас просто на кадрах вы видите разные команды в присутствии судей, которые, разделив свои обязанности, выполняют техническое задание по конструированию устройства, его испытанию, проводят замеры, выводят зависимости. Вот, я думаю, можно немножко здесь перескочить поближе к финалу. Если Александр сможет это сделать для нас, я его не слышу. Ну и вот, наконец, мы как-то поощряем людей. В данном случае команда, занявшая первое место, которая получает сертификаты, дипломы и медали нашего изготовления, которые привозят это в школу, и школа, как бы заинтересовавшись, активизируется в сотрудничестве вместе с нами. На этом, я думаю, можно уже закончить. Спасибо вам за внимание и всего доброго и успехов! Спасибо, Петр Федорович, очень интересное исследование. Мы переходим к следующему участнику, ЦТПО Института русского языка имени Пушкина. Александр Ухану, добрый день. Добрый день, добрый, слышно? Да, все хорошо, видно, слышно. Значит, вот и ваша... Спасибо. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Сегодня мы представляем Государственный институт русского языка имени Пушкина. И мы уже прослушали выступления практически всех ЦТПО города Москвы и еще раз сделали для себя вывод о том, что все-таки ЦТПО института Пушкина имеет определенную особенность. Мы в своей работе пытаемся совместить сразу два направления. Техническое и язык, русский язык. Ну, как у нас это получается, мы постараемся сегодня в нашем выступлении рассказать. Печатаем обучение детей по нашим программам является выпуск печатного издания. Вот мы хотим вам показать. Это газета Пушка. Она выпускается нашими студентами, нашими обучающимися. Ребята сами готовят тексты, оформляют. И в результате на оборудовании, которое представлено в нашем ЦТПО, они производят этот продукт. И вы на фотографиях видите, каким образом, на каком оборудовании этот процесс происходит. Скажем так, это техническая сторона обучения в нашем ЦТПО. Но каким образом мы работаем с языком? Конечно, подготовка издания, написание статей требует не только работы с техническим каким-то оснащением, но и работы с языком, работы с текстом, работы со словом. И, безусловно, мы готовим наших будущих журналистов к этому процессу. Поэтому часть наших программ, они связаны с риторикой, они связаны с журналистикой. И одна программа у нас связана с написанием сочинения. Как мы выяснили, что в этом году это самая актуальная программа. Она очень востребована, и поэтому сегодня, говоря о нашем ЦТПО, мы хотели бы обратить внимание именно на программу, сейчас я вернусь в слайд, который называется «Литературное сочинение. Как научиться его писать». И рядом со мной автор этого курса, кандидат филологических наук, доцент Татьяна Викторовна Кудаярова. Я думаю, что лучше, чем она, про этот курс никто не расскажет. Поэтому я передаю ей слово вместе вот с этой вот аппаратурой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну и, конечно же, я понимаю, что на фоне всех технических курсов, которые представлены различными ЦТПО, наш курс смотрится немножечко странно. Он имеет филологическую направленность. Но, как ни удивительно, именно этот курс востребован в большей мере у московских школьников. Мы понимаем, что умение грамотно, выразительно, красиво говорить и выражать свою мысль в письменной и устной форме, оно становится более и более актуальным сейчас. И потому что ребята участвуют в различных творческих направлениях, как вот в издании нашей газеты, и потому что им это умение необходимо демонстрировать на выпуске из школы. Поэтому 11-классники теперь по-настоящему хотят научиться писать сочинения. Этим объясняется востребованность нашего курса. Поэтому так оно и называется, как научиться выписать. И нацелены, прежде всего, нацелены наши занятия на подготовку к итоговому сочинению, которое пишут 11-классники у нас в качестве подготовки к единому государственному экзамену. Это серьезная мотивация. Им, конечно же, хочется всем быть допущенными до экзаменов и успешно их сдать. Но почему именно к нам обращаются с просьбой провести курс по подготовке сочинений, хотя мы не школьные преподаватели. Дело в том, что чуть позже, через полгода, эти же сочинения ребята принесут к нам с вами вузы. И очень многие вузы приемной комиссии учитывают баллы за принесенные сочинения в том или ином виде. Либо просто начисляют от 1 до 3 баллов за сочинение, либо в сочинении подвергаются проверки со стороны приемной комиссии, и количество баллов может вырегулироваться и достигать даже 10 баллов. А как мы понимаем, это очень высокая цена и хороший прирост, прибавок такой к баллам, набранным за единый государственный экзамен. Иногда 1-2 балла играют роль при зачислении на бюджет. Поэтому мы понимаем, что и для ребят становится очень актуальным при написании сочинения ориентироваться не только на школьные критерии оценки, не только на то, что они просто будут допущены с помощью этого сочинения к ЕГЭ, но также ориентироваться на то, что потом это сочинение сыграет возможность, сыграет серьезную роль в их судьбе и поможет им поступить в интересующих вуз, получить нужную им специальность. Вот поэтому мы оказываемся в школе, и наш взгляд на сочинение немножко отличается от школьного, потому что мы, естественно, на него смотрим уже как члены приемной комиссии. Мы смотрим на него как вузовские преподаватели и транслируем этот взгляд ребятам в школах. Мы уже проводим не первый курс, выездной такой курс дополнительный для наших школьников, это уже третий наш опыт, и на подходе и четвертой школы, которая просится включить ее в этот процесс, просится к нам на курс по подготовке к сочинению. Как вы видите, структура нашего курса, она абсолютно традиционна. И, казалось бы, что в этом особенного? Обучить ребят правильно выбрать тему своего сочинения, уметь проанализировать заголовок, формулировку, научиться писать различные части вступления, основную часть, заключение, научиться править свой текст. Казалось бы, это все то, чем учатся ребята на протяжении всех лет обучения в школе. Но, во-первых, мы понимаем, что сочинение многие годы было не самым актуальным видом работ в школе, так как никак не влияло на выпускные экзамены. Во-первых. Во-вторых, конечно же, часы на преподавание литературы в школе последние 20 лет сокращались. И уделять серьезное внимание написанию сочинений у учителей не получалось. Все это оставалось на откупе самого учителя, насколько хорошо он это делает. Ну и поэтому ребята с удовольствием приобретают вот эти навыки уже, может быть, не в курсе с пятого по девятый класс, а уже в десятом-одиннадцатом классе. То есть ребята, с которыми мы работаем, это выпускники школ и десятиклассники, которые готовятся стать выпускниками. И особенностью нашего курса является то, что мы, конечно же, опираемся на живые, уже написанные и представленные в нашу приемную комиссию работы. Мы анализируем не абстрактные темы, не абстрактные какие-то возможные варианты развития этих тем, а конкретные тексты, написанные их же товарищами на год, на два, на три старше. Потому что сочинение итогов у нас сейчас три года, и за три года у нас накоплен определенный опыт проверки и анализа данных работ. И на примере существующих работ, на примере отрывков, на примере ошибок и положительных таких моментов в сочинении других ребят гораздо проще учиться самому, гораздо проще вырабатывать свой собственный стиль, учиться видеть и исправлять ошибки, учиться строить свои собственные тексты. И, конечно же, потом на выходе можно участвовать в любых изданиях, и в таких, как «Наша Пушка», и в написании журналистских каких-то статей, чем и занимаются ребята, посещающие наши ЦТПО, в том числе участие в издании серьезных каких-то газет, городских и районных, это тоже есть. Но в основе все-таки лежит умение создания текста. И наш курс подготовки к итоговому сочинению, помимо развития способностей написания конкретного сочинения, как итоговой работы, также способствует развитию умений в принципе создания текстов разных жанров, разных стилей. Главное, чтобы эти тексты были эмоциональны, выразительны, чтобы они были убедительны, чтобы человек мог выразить свою позицию доходчиво и воздействует на свою аудиторию. Это, конечно, крайне важно. Поэтому вот еще раз повторюсь, что курс действительно крайне востребован, и я думаю, что на будущий год он будет у нас сохранен и расширен. Также представлен в электронном формате на портале образования на русском. Спасибо за внимание. Коллеги, если есть вопросы, мы готовы подписываться. Спасибо большое. Мы заинтересовали вас не только техническими вопросами, но и написанием сочинений. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы переходим к следующему участнику сегодняшнего вебинара. Андрей Николаевич, вы меня слышите? О. Евгений Николаевич, вы меня слышите? Да, мы работаем. Все, передаю вам слово. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Рад приветствовать ЦТП МАТИ. К сожалению, история нашего ЦТП МАТИ сложилась трагически. Мы в 2014 году были закрыты. Тем не менее, не теряли надежду, сохранили потенциал и рады, что можем продолжить работу. Правда, есть некоторые проблемы. Сейчас расскажу, как они возникли и как мы их решали. Первая проблема возникла в том, что оборудование на одних площадках, учебной территории на других. Нехватка людей, нехватка техники. Потому что начальство решило, что на площадке и оборудовании именно ЦТП МАИ у них есть свои планы и взгляды. Поэтому, нам сказали, начинайте с нуля, с того, что осталось в ЦТП МАТИ. Хорошо. Назначили меня директором в конце мая этого года. За это время мы успели сделать большую работу. Собрали всех энтузиастов, всех заинтересованных людей с различных площадок. И, как вы видите на презентации, смогли организовать, задействовать три площадки на различных территориях. Каждый со своей спецификой. То есть, это на метро Гойковская, на метро Таганская и метро Молодежная. В настоящее время реализуется больше 35 программ обучения, на которых сейчас записано более 500 школьников. Из которых 420, ну, больше 420 школьников обучается уже по программам, которые вы видите ниже. Остальные за старт занятий в декабре этого месяца. То есть, за 2,5 месяца нам удалось более 500 человек привлечь школьников. Было тяжело, но я рад сказать, что мы справились. Реализуются различные направления. Самое популярное, естественно, по специфике вуза, это авиамоделирование, ракетомоделирование, мультироторные системы и пилотирование. В настоящее время также большой популярностью пользуются лего-роботы. Спасибо, Петр Федорович, нас выручил. Хотя бы один комплект лего-роботов нам помог, потому что у нас получается, что один комплект, один робот на 15 человек в группы. Поэтому, коллеги, если есть возможность взаимообразно как-то помочь, дать на время комплект лего-роботов, очень будем благодарны, потому что просто не хватает ничего. Материалов мало, на свои деньги покупаем. Старые запасы подняли, выгребли все, что можно. Но, тем не менее, некоторые вещи типа роботов мы не в состоянии достать ниоткуда. Тем не менее, преподаватели, как бывшего МАТИ, так и нынешнего МАИ, заинтересованные, слились в одну команду. Рад, что мы можем продолжить нашу деятельность на благо развития технических специальностей, которые есть. Школьники идут, школьники в интересное авиационное направление. Вот видите, картинки по занятиям с различными группами школьников на всех трех площадках. Поэтому мы живем. Большую помощь оказал студенческий конструкторский клуб «Полет». Поэтому, скажем так, дальнейшая презентация, которая будет, я хочу передать слово нашей молодежи, чтобы они показали, что мы хотим исполнить, какие планы по развитию в дальнейшем. И по развитию вообще авиационной техники в целом мы хотим остановиться на трех направлениях. Первый — это разработка новых беспилотных летательных систем, принципиально новых. Это разработка новых типов систем управления летательных аппаратов. И разработка технологий трехмерных электронных устройств, то есть плазменных процессов, которые помогли бы создавать электронные компоненты непосредственно на несущих крыльях, фюзеляжах летательных аппаратов, которые есть. Спасибо за внимание. Я передаю сейчас слово своему коллеге Ростиславу. Он вам расскажет о презентации по новых типах летательных систем и управления, а также о системе управления и типах летательных систем. Завершит это Андрей Шведов. Он покажет плазменные процессы, мастер-класс продемонстрировать чуть позже. Передаю слово Ростиславу. Здравствуйте. Я Ничаев Ростислав. Я заведую разработку современных беспилотных летательных систем, как мультироторных, так и самолетного типа, и набирающих популярность — это коммертопланов, а также систему управления к ним. По поводу системы управления мы разрабатываем новую систему управления для беспилотных летательных аппаратов на основе интегрированной модульной авионики второго поколения, только в миниатюре. Все принципы ее, собственно говоря, интегрированной модульной авионики учитываются для последующей сертификации. Рассказываются как про электронику, так и про авионику в целом, комплексы бортового оборудования на самолетах, как гражданского назначения, так и военного, так и беспилотниках. Разрабатываются корпусы... Также разрабатываются корпуса для... Корпуса для каждого модуля отдельно. Система представляет себе модульную структуру и защищает... для защиты от внешне агрессивных условий, как температуры и влажности, так и электромагнитного характера. Основной изюминкой системы служит оптическая шина данных, а именно оптический столб одномодовой оптики Fiber Channel, на основе Fiber Channel разработанной, и инжекции оптического сигнала в данную оптическую шину. На данный момент происходит патентование данной системы, так же, как и в каждом модуле отдельно. Уже получены некоторые ответы по патентам. На данной стенке представлена 3D-модель непосредственно главного модуля, основного вычислительного, которое уже разработано схемотехникой, разработана технологическая карта, а также его функциональная структура. Она, по-какому, средством необходимого конкурсирования, а также, скажем так, условием проектирования для сертификации будут обеспечивать необходимую надежность всей структуры в целом. Также идет разработка непосредственно новых беспилотных аппаратов, а именно конвертопланов для замены многих систем, которые сейчас набрали популярность, так называемые игрушки. Это, вот, везде используемые, оп. Везде используемые, это мультиротерные системы, коптеры для съемок. Мы хотим пойти дальше. Сейчас странно переключается постоянно. Мы хотим пойти дальше, использовать более систему смежную между самолетом и коптером, как с изменяемым углом атаки винтомоторной пары, так, и со стационарной. Происходят исследования в плане архитектуры рамы. Используется дюраль D16, который является наиболее доступным у нас в России. Также происходит изучение в направлении материаловедения для создания объемов безопасных для техники и необходимых функционалов, будь то съемка, а также перевоз грузов. То есть обеспечивает обширный функционал можно закрыть. Также идет разработка макетирования. Макетирование корпуса, а именно расчет аэродинамических свойств и защитных свойств, как всей электроники беспилотника, так и рамы его. Корпус новичный характер в связи с постоянными изменениями его и постоянной какой-то подгонкой. И учитываются дополнительные свойства, которые появляются, и дополнительный функционал, который постоянно добавляется к нашим свойствам. Уже происходят испытания, в которых участвуют также школьники. Это были испытания МЧС, были испытания на Кантемировском полигоне, в Кантемировской дивизии. Также МЧС по спасению с воды. Наши устройства прилетали в нашу прошлую лютую зиму, или минус 30-40 градусов. Так и достаточно агрессивные условия, которые были, многие помнят майский, в конце мая погодный катаклизм, также показали возможность работы в данных условиях. Спасибо за внимание. Передаю слово Андрею Шведову. Нет, оставь. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Андрей Шведов. Я инженер СКБ Полет, а также Центр технологической поддержки образования МАИ. Занимаюсь широким кругом вопросов, среди которых и те, которые вам рассказал только что Растисав Александрович, а также такими технологическими решениями, как и оноплазменная обработка. В свете наших работ с беспилотными летательными аппаратами для агрессивной окружающей среды, для нас очень актуально создавать такие покрытия, которые бы не нарушили аэродинамические качества аппарата, а также помогли бы защитить от излишней влаги, от излишних загрязнений и возможности защиты от агрессивной самой химической окружающей среды. Мы наносим подобные покрытия на наши конструкционные материалы. Например, вот этот элемент – это луч рамы беспилотного летательного аппарата класса квадрокоптер, который изготовлен при помощи лазерной резки, спроектированной нашими учениками. Материал такой же D16T, но, понятное дело, мы его хотели усовершенствовать, при этом без существенных изменений массы габарит. Для этого мы использовали плазматрон, который вы видите сзади. Данный плазматрон является прототипом, который разработан на кафедре моей радиоэлектроника, телекоммуникации, нанотехнологии, ну и который, чем грех оттаить, является моим, по сути, диссерционным проектом. Значит, данный плазматрон позволяет осуществлять формирование покрытий тонких, при этом при атмосферном давлении и низкотемпературной плазмы, так, чтобы лишний раз не нарушать особенности полимерных материалов. Например, то, что мы изготавливаем при помощи ABS-пластика на 3D-принтерах. Поэтому школьники весьма заинтересованы этим проектом, тем более, что сейчас весьма актуально использование подобных аппаратов в агрессивной окружающей среде, например, при пожаре какого-нибудь предприятия. Так что давайте сейчас продемонстрируем принцип работы данного аппарата. Сейчас одну минуточку мы перенесем только камеру. Сама установка монтирована на ЧПУ-фрезер, который мы собирали и разрабатывали вместе с нашими школьниками, которые у нас занимаются. Поднятное дело, что подобные вопросы мы решали сугубо при нашем присмотре, поскольку, сами понимаете, здесь очень много компонентов, которые могут представлять опасность. Но, тем не менее, данный аппарат сейчас является чуть ли не самым безобидным, что может быть в любом ЦТПО. Одну минуточку. В качестве плазмообразующего газа мы используем гелий. Он у нас безопасен, а также лишний раз дает повод детишкам поразвлекаться и понадувать шарики или просто-напросто чуток вдохнуть его и поговорить смешным голосом. Но давайте сейчас попробуем зажечь дугу. Сейчас, одну минуту. И запустим наш аппарат. Вот, если здесь недостаточно видно из-за нашей высокой освещенности, можем выключить свет. Чтобы вы увидели саму дугу, которая сейчас формирует покрытие на монокристаллическом кремнии, хотя мы обрабатывали и другие материалы. Вот, сейчас так видно. Здесь сейчас наносится тонкое углеродное покрытие, которое устойчиво к химическим воздействиям, а также повышает прочность изделия. При этом возможно нанесение таких покрытий даже на оптические элементы без существенного ухудшения таких качеств, как фотопропускание. Все. Вот сейчас перед вами только что было нанесено покрытие защитное. По такому же принципу идет нанесение покрытия на металлические объекты, а также на полимерные. Сейчас включим свет. Здесь будет, к сожалению, едва заметное покрытие, но тем не менее, оно здесь на данном образце имеется. Сейчас вряд ли у меня качества камеры хватит на то, чтобы увидеть. Но тем не менее, здесь приблизительно покрытие толщиной до 110 нанометров, которое идеально может быть использовано в условиях повышенной влажности и агрессивной окружающей среды. Думаю, на этом мой мастер-класс, по сути, завершен. Тогда, значит, получается, ЦТПО МАИ у нас заканчивает доклад. Тогда все, ЦТПО МАИ, тогда заканчивает доклад. Если будут вопросы, готовы услышать. Спасибо. Да, очень интересная презентация. Спасибо. Надеюсь, что у вас дальше будете снова развиваться и снова радовать нас интересными проектами. Все, мы переходим к ЦТПО МАИСИС. Вашему следующему участнику. Владимир, добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые коллеги. Александр, в лучших традициях мы тут внесли определенную путаницу. Дважды обновили нашу презентацию. Не важно. Появилась у нас ссылка на видео. Хорошо. Осталось не запутаться и открыть нужные файлы. Ну, давайте спокойно. Сейчас открою. Значит, любое. У вас права есть? Открывайте. Какое-то правильное. Выбирайте. Я начну пока без слайдов. Еще раз всем добрый день. Мы в НИТОМИСИС, в ЦТПО по-прежнему остаемся верны принципам цифровой революции, занятия пропагандой технологии персонального цифрового производства. Самым главным в этом году для нас событием стал международный фестиваль изобретателей. И большое спасибо всем тем ЦТПО, которые нашу инициативу поддержали и выступили на нашем фестивале со своими интерактивными экспозициями. У нас не совсем еще готов, но тем не менее в таком пилотном виде я хотел бы продемонстрировать короткий ролик собственно по итогам этого фестиваля. И ничего не происходит. Александр, мне наверное потребуется ваша помощь. Я не буду камеру включать. Play, по идее, надо внизу нажать. Нет? Или он не понимает, что это видео? Это ссылка на YouTube. И на кнопку я нажимаю, но по-моему ровным счетом ничего не происходит. Да, не знаю, сейчас я сходу не могу сказать в чем проблема. Может быть также через рабочий стол попробуем показать. Давайте попробуем через рабочий. Ссылка в любом случае для просмотра будет доступна. Ну, как сказать, она все сохранится здесь, поэтому ее можно будет также разослать. Давайте через рабочий стол попробуем. Попробуем через рабочий стол. И опять ничего не происходит у нас. Смотрите, вот я создал новую вкладку. Давайте закроем пока эту ссылку, чтобы она нам мешала. Просто нажимаете рабочий стол, выбираете. Так, есть экран 2. Среднее качество. Есть картинка? Да, картинка есть. Единственное, что не будет звука, поэтому вы, если там, я так понимаю, что там музыка идет фоном. Да, музыку я не смогу высказвести, но вот, собственно, как проходил наш фестиваль, один из участников рассказывает, собственно, кто такой мейкер. Один из хедлайнеров фестиваля со своим проектом роботом-осьминогом. Один из самых юных участников, Никита Жан-Поль. Один из участников, Никита Жан-Поль. Примерно так это было. Два дня, 9-10 сентября этого года. Нам удалось на нашей площадке собрать порядка 10 тысяч, чуть больше, чем 10 тысяч посетителей. Примерно половина из них, соответственно, были родители с детьми разных возрастов. То есть, в общем, таким образом мы верим в том, что мы существенно подняли и поднимем трафик в московских ЦТПО. Но, пользуясь уже такой традицией сегодняшнего дня, я тоже хочу передать дальше слово молодым вместе с этой волшебной гарнитурой. Мы по-прежнему продолжаем введение таких уже традиционных для нас занятий со школьниками по 3D-моделированию, 3D-прототипированию, с использованием всех, собственно, доступных цифровых производственных машин, от 3D-принтера до машин лазерной резки. Ну вот, начиная с этого года, мы запустили еще один курс, посвященный введению в перспективный язык программирования, опять связанный с непосредственным образом пристыкованной к цифровому производственному оборудованию. Мы постоянно говорим, что в результате цифровой революции разрываются грани между виртуальным миром или миром информации и миром реальным, миром материальных объектов. Вот, собственно, в рамках этого короткого курса школьники учатся с помощью программного кода материализовывать, создавать какие-то реальные объекты. В данном случае с помощью машины лазерной резки я передаю слово своему бывшему ученику и теперь надежному коллеге Азамату Георгиевичу. Добрый день. В этот момент вам надо переключиться на презентацию. Здравствуйте, как сказал Владимир Евгеньевич. Сегодня я буду вам рассказывать про наш экспериментальный пункт о породе курс, который называется «Избито в атом». Концепция курса заключается в том, что мы пытаемся совместить два мира, мир цифровой и мир физический, с помощью двух таких направлений, с первого взгляда совершенно не связанных, программирования и цифровое производство. В частности, это программирование на быстро развивающемся, наверное, одним из самых популярных языков на сегодняшний день, языке программирования Python или Python, и с помощью одного из инструментов цифрового производства лазерной резки. Итак, курс наш получился достаточно успешным. Это один из самых популярных у нас курсов, может быть, даже самый популярный. Состоит он из трех занятий, три очень интенсивных занятия. На первом занятии мы погружаемся в программирование, причем мы начинаем с самых азов. То есть к нам приходят дети, которые совершенно ничего не знают о программировании, не имеют никакого опыта программирования, и мы с самого нуля их обучаем. За первое занятие они знакомятся с теорией программирования, пытаются сами решать какие-то задачи. Далее на втором занятии мы уже работаем с более сложными вещами, такими как подключаемые библиотеки. Дети пытаются работать с внешней библиотекой для работы с векторной графикой. Они создают свое собственное изображение. И, собственно, к третьему занятию мы подходим уже к полной боевой готовности. И все третье занятие посвящаем цифровому производству. А именно то, что наши дети сделали, создали в процессе двух первых занятий, мы воспроизводим в реальном мире с помощью инструментов цифрового производства, а конкретно лазерной резки. Собственно, как устроен курс? В самом начале мы даем некоторое интро или введение в программирование. Мы рассказываем о том, что есть Python, что это за язык программирования, почему он такой популярный, почему его стоит использовать. Наши лекции разбавлены такими неформальными материалами для того, чтобы теория лучше усваивалась. Мы также рассказываем о том, в каких областях дети могут применять этот язык программирования. На сегодняшний день Python, он один из, наверное, самых используемых языков, как я уже сказал, используется и в электронике, и в рототехнике, и в машинном обучении, и в анализе данных, и в веб-приложениях. Поэтому курс очень актуальный, на самом деле. Далее мы даем некоторую статистику по тому, насколько язык является популярным. Статистика у нас переведена из GitHub. Далее мы рассказываем детям, как язык использовать на разных платформах. Даем инструкции по установке необходимых программного обеспечения. Далее мы работаем с текстовым редактором. Опять-таки пытаемся установить его самостоятельно. Работаем также с терминалом. Многие дети делают это впервые. Соответственно, к третьему занятию они уже способны самостоятельно писать и запускать собственные программы. Мы также даем им альтернативные инструменты разработки. Помимо обычных текстов редакторов, дети работают у нас и с онлайн-редакторами, такими как Jupyter, ноутбук. Подобная программа обеспечения нам позволяет разрабатывать код прямо в бранзере, там же его компилировать и видеть результат. В процессе лекции, в самой лекции, дети получают такие достаточно простые задания. Они тут же их выполняют. Причем по ходу лекции у всех на компьютерах запущена вторая дублирующая лекция, в которой я размещаю подсказки. И эти подсказки они могут использовать. И получается такая интерактивная лекция. Теория и сразу за ней следует практика. Опять-таки мы рассказываем про все теоретические основы, операторы, списки, дети выполняют задания, условные операторы, циклы. И, в общем, за одно занятие, по сути, мы проходим путь от объявления переменной до объекта ориентированного программирования. Ко второму занятию мы подходим с уже необходимым объемом теоретических знаний и работаем с внешними библиотеками. Мы устанавливаем специальный пакетный менеджер, который позволяет нам скачивать внешние и сторонние библиотеки, ставим библиотеку, которая называется SVG-Write, и начинаем работать с графикой. Дети создают с помощью кода различные геометрические примитивы, добавляют свой собственный текст, меняют цвет изображения, и все это делается с помощью кода. Мы опять-таки даем некоторые теоретические основы для работы с библиотекой. Дети пытаются менять какие-то свойства, используют различные методы для работы с графикой. И на выходе получают изображение, готовое к воспроизведению в реальном мире. Здесь следующая теория. В конце я отдаю, например, изображение, которое у них должно получиться. На основе этого шаблона они создают себя собственное. И перед работой со станком дети также получают необходимую информацию теоретическую по тому, как запускать свои изображения на лазерном станке. Им дается теория по управлению режимами работы с лазером, какие параметры необходимо устанавливать. Дается также таблица, из которой они могут понять, для какой толщины материал используют параметры скорости и мощности. В конце концов мы получаем вот такой результат. Вот так вот у нас выглядит, как на фото, процесс разработки. Это первое занятие. Третье занятие – это уже работа со станком. И в финале у нас есть некоторая фанерная, с первого взгляда, достаточно простая штука. Но отличительное особенность заключается в том, что все это сделано с помощью входа и программирования. Выглядит это примерно вот таким вот образом. Опять-таки это сделано школьником, пятиклассником, с помощью языка программирования памятник. Здесь у нас текст, графика. Все это с помощью программирования. Собственно, на этом все. Спасибо за внимание. И мы на этом закончим. Спасибо большое. Сегодня у нас интересные и разнообразные доклады по-разному. Ну, собственно, мы приступаем к последнему участнику нашего сегодняшнего вообще этой серии вебинаров. Представитель Российского государственного университета имени Косыгина. Фирсов Андрей Валентинович и Александра Долги с презентацией, посвященной прототипированию ювелирных деталей. Андрей Валентинович, добрый вечер. Как вы нас слышите? Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Слышно меня? Да, вас слышно хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Уже вечер, да, потому что все говорили «добрый день», я посмотрел в окно. Поэтому, уважаемые коллеги, мы продолжаем вас знакомить с новыми технологиями, которые мы осваиваем у нас в ТПО. Мы привлекаем, как и предыдущие, которые выступающие сегодня докладывали о своих результатах, широко привлекаем наших лучших молодых сотрудников, студентов, как для разработки новых технологий, их отработки, так и для проведения занятий со школьниками. Вот сегодня мы расскажем об одной специфической, тоже именно для нашего ВУЗа технологии, протипирование ювелирных изделий. У нас есть такое направление обучения. Продолжение следует... 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 На базе нашего ЦТПУ успешно применяем на занятиях со школьниками. Я передаю слово нашему студенту Далгих Александре, она вам сделает сообщение на данную тему. Спасибо. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Александр Далгих и я расскажу вам про практическопирование юридических изделий. Сейчас у нас шестой психологический уклад. То есть это наноэлектроника. Я нервничаю. Молекулярная и нанофотоника. В общем 3D принтеры. У нас появились 3D принтеры и из-за этого ручной труд упростился за счет 3D принтера. Четвертая индустриальная революция. Вот сейчас у нас. Я расскажу вам про юридическое искусство. Вот мой отец и мой дедушка, они делали юридическую всегда вручную. То есть убрали металл, раскатывали его в вальсах и нагибали на... в общем делали кольцо. Сейчас появилась новая технология. 3D проектирование, дополненная виртуальная реальность, 3D сканеры, 3D принтеры, лазерные станки, 3D. Вот я расскажу вам про 3D моделирование. 3D моделирование. Трехмерная графика. Это раздел принтерной графики, посвященный методам создания изображений или видео путем моделирования объемных объектов в трехмерном пространстве. То есть сейчас существуют программы, в которых человек может создавать с нуля любой 3D объект, любой точности и сложности, а потом делать прототипы на 3D принтере. Вот в этих программах можно делать 3D объекты. 3D принтер это устройство, использующее метод послойного создания физического объекта на основе виртуальной 3D модели. Виды 3D принтеров. Сегодня я вам расскажу про пластиковые, восковые, полимерные и бумажные 3D принтеры. Вот Косыгин напечатан на бумажном 3D принтере. Это наш 3D принтер, который находится в нашем ЦТПО. Макербот. Он печатает пластику. Фреза это станок, в который кладется воск, либо какой-то материал, где иголочка уже вырезает по этому материалу какие-то рисунки по рисунку, загнанному в компьютер. Лазерная гравировка. Лазерная резка – это один из наиболее технологичных способов реза и раскроя металла. Гравировка – это нанесение рисунка, надписи, орнамент, ручным, в данном случае механическим способом, на поверхности дерева. Мы вырезали его имени Косыгина. 3D-сканер – это устройство, с помощью которого можно сканировать любой объект, потом эту 3D-модель загнать в компьютер и напечатать ее на 3D принтере. 3D-принтирование ювелирной гитерии. Сейчас ювелирку делают немного иначе за счет того, что появились 3D-принтеры. Сейчас сначала ювелир работает с заказчиком и рисует вместе с ним эскиз. Потом 3D-модельер рисует по эскизу 3D-модель в программе. Потом создается прототип и потом это все обрабатывается. Вот, эскиз – это просто рисунок. Здесь, например, изображено кольцо. Здесь показаны корнира. Что такое корнира, я расскажу позже. Они держат камень. Вот, 3D-модель. 3D-модель кольца с таким камнем. Дальше эта 3D-модель загоняется в рендер и делается красивая картинка, которую потом можно дорисовать в фотошопе. Потом эта 3D-модель проходит стадию лечения, подготовки для 3D-принтера, после чего печатается. Печатается, конкретно для ювелир, печатается из воска, но может еще печататься из полимера. Вот, полимерный 3D-принтер и восковой 3D-принтер. Дальше все эти восковки, они крепятся, в общем, все восковки собираются и крепятся на одну елочку, как показано на рисунке. Потом эта елка заливается гипсом, кладется на регуляционный стол, оттуда выходит весь воздух, гипс остывает, восковку нагревают, воск утекает и потом туда заливается металл. Получается металлическая елка. Потом уже человек, который все обрабатывает, он удаляет литники и отдает изделие ювелиру. Усадчиками он удаляет литники, бормашиной обрабатывает ювелирные изделия. Потом это все полируется, потом закрепятся камни. Есть несколько видов закрепок камней. Например, слева это глухая закрепка, а справа это крапуля. Дальше я расскажу про конкретно то, что мы делали в ЦДПО. У нас был заказ от Министерства юстиции, по-моему, от поддержки ректора. Мы делали ордена. То есть у меня были вот эти картинки, и по ним я строила 3D-модель в программе «Раник Церос», после чего мы печатали это на нашем 3D-принтере, который макербот. Просто пластиком. Размер у них 30-35 см. Толщина 4 см. Все это печатали белым пластиком. Один орден весит где-то 400 грамм, наверное. Может чуть больше. Вот ЦДПО даже чуть больше весит. Мы там придумывали, как их делать из двух частей, как их потом собирать, как потом обрабатывать дихлорметаном. После обработки пластика он становится гладкий, и его можно красить. Потом мы их красили, и их повесили в твердорожном суде. Под орденами находятся имена людей, которым они принадлежат. Все. 3D-моделирование может быть использовано на таких кафедрах. В общем, на многих кафедрах. И все, а? Я все. Спасибо. Мы закончили нашу сегодняшнюю презентацию. Поэтому спасибо всем за внимание. Если вам это будет интересно или полезно, будет очень рада. Я извиняюсь, что у нас здесь был некоторый шум. У нас началась работать кружок, работа техники. Но сколько смог, я их успокоил. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Валентинович. Вы вроде бы еще хотели видео какое-то показать? Нет, мы не будем. Сумки потом дадим и выложим на сайте. Все. Тогда в качестве новости присылайте, мы можем на сайте это выложить. Спасибо большое. Спасибо всем поступавшим сегодня и в предыдущие дни. Все точно так же надеюсь, что видео у всех получилось скачать. Они будут доступны в будущем. Я надеюсь, что данная серия вебинаров оказалась полезна и для самих центров, которые смогли продемонстрировать некоторые аспекты и результаты своей деятельности. Так и для всех остальных, кто смогли познакомиться и узнать, чем же занимаются другие цены. На этом все. Всем спасибо большое за внимание. У нас впереди инженерный старт в субботу 25 числа. Вот мне принесли утвержденную программу. Заезд начинается с 9.30. Площадка та же самая. Все инструкции схемы проезда будут разосланы в ближайшее время. Есть какие-то вопросы технические или организационные. Все так же по-прежнему почта моего контактная. Прежнется по .портал mail.ru Ну или, соответственно, по телефону. Я думаю, если что, я еще раз его разошлю. Все, я тогда прощаюсь. Вопросов внимания. До свидания. Всех успехов. До встречи в субботу. Продолжение следует. Продолжение следует...